Дела связаны с ногами. Некоторые мышцы ног мы с вами тоже уже обсуждаем. Во-первых, при виде сзади хорошо видны вот такие мышцы. Идут не в таких мышц. Эти мышцы идут от коленных суставов. Вот здесь вот. И снизу подсоединяются к пятничным костям стопы. Большое и кроножное мышцы. Какая у них задача? При сокращении. Какое движение происходит? Ты поднимаешься на носки. Да. Стоящий на полной стопе человек, если сокращается большой и кроножное, приподнимается на носки. На цыпчат. Хорошо. Выше. По коленного сустава. Вот сюда. Уже к тазу к костям. Для того, чтобы разобраться с работой этих мышц... Ягодичная мышца. Нет. От коленного сустава ягодичная мышца. Вы себе представляете такую сигурку человека, у которого кукол начинается прямо от коленного сустава. Пришли к себе сидящего человека. Продолжение следует... Вот такая нога. Так. Куда дели вторую ногу? Вторая нога. Я могу решать, что она сидит нога за ногу. Допустим, вот вторая нога. Если смотреть точно сбоку, будут и видны две ноги сразу. Нет. Нет, не будут. Нам интересна бедренная обувь. Вот она. Интересная. Тазобедренная сустава и санта. Сколько? Вот это большая герцова. Да, пусть так. Вы скажите, кто понимает, как надо подвести герцов, да? Которая расстремляла колено. Давайте просто снимем. Вы сближаете эти две точки, мышцы сокращаются. Что делает колено? Разгибается или сгибается? Сгибается. А я говорю, распрямлял. Разгибал. Свет, давай. А, все. Переходим на землю. Да, и он так. На самом деле, вот так через коленку перекинутся сухожилия. Вот здесь точное прирастание, большой герцовый, вот так перекинутся сухожилия, а сама мышца лежит вот здесь. Вот она. Если эта мышца сокращается, сухожилия тянет голень, и нога совершает вот такой движение. Это разгибать и колено. Он виден спереди ее зверя. То есть сбоку мне как-то лучше. Сбоку он вот отлично виден, вот он. Хорошо. А вы знаете про это? Виден спереди или сзади? Сзади. Разгибатель. Спереди. Сзади. Сзади. Ой, извините. Разгибатель виден, конечно, спереди. Вот он. А сзади виден сгибатель. А сзади виден сгибатель. А вот этот сгибатель. Отлично. А теперь я форму обслуживаю колен и ногу. А могу я вот такие движения? Да. Скручивание и закручивание ноги. Так. Вокруг центральной оси тела. Значит. Как мышца подводить? Вот. Вот. Можно? Да, да. Прохну. На любой праздничный, какой вам удобно. Чтобы разводить, надо, чтобы вот тут сокращалось. Тут. Это где? Ребят. Вот давайте все эти тут, там, это, выпрашиваем. Вот ваш мел, вот ваш схема. Показывайте. Ребят. 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 about be. Большая wirk. Вот она. А это бедренная. Вы знаете? Вы правы, вот в каком отношении. Одна из самых сильных мышц нашего тела. Вот она здесь прикреплена к тазу, а вот здесь, огибая основание таза, вот здесь, к бедену. На задней проекции она отличается без меня. Вот она одна, и вот она вторая. Как мышцы называются? Большие ягодичные мышцы, совершенно верно. Большие ягодичные мышцы, вот они. Их работа – отведение бедра назад, вот это движение. Большая ягодичная идёт от крестовых костей до задней поверхности бедренных костей. Именно большая ягодичная формирует профиль опы. Значит, не бывает человеку, у которого бы это была прямая бедра. Выходите, вот такой человек. Это понятно? Наконец, вот линия задней поверхности бедра. Вот линия большого кроножника. И вот, как вы видите, после нашего этого упражнения, мы с вами покрыли мышечными объёмами, по сути дела, всю символу человека. Мы с вами говорить не будем, может быть, там всё скотно. Ну что, вот теперь, зачем мы это всё с вами делали? Наши, вроде, всё равно занятие. А вот теперь, я надеюсь, после этого разбора, вам будет понятно, в каких местах тела у человека обязательно будет сужение, в частности. Нельзя обойтись без сужения в таганях. Хоть вы делитесь, будет. Нельзя обойтись без ягодичного выступления. Не может быть бедро вот в этом месте, лучше, чем колени. Почему? Ну, это здесь крупные мышечные объёмы, да? Не может быть рука в локте толще, чем в плече. Вот после распределения мускулатуры, мы с вами до этого что сделали? Посмотрели соотношение длин отдельно к рючеву. А теперь мы посмотрели, а что у нас на левре, на поверх рючеву. Да? Ну, и на следующих занятиях будем пробовать использовать эту информацию для наших рисуночных объектов. Спасибо вам.